Санкт-Петербург Лебедев, всесоюзная категория Калининград На площадку приглашается стартовый состав команды «Локомотив Новосибирск» Номер пятый – Александр Воропаев Номер восьмой – Сергей Савин Номер девятый – Дражин Лубурич Номер десятый – Дмитрий Щербинин Номер четырнадцатый – Марко Ивович Номер шестнадцатый – Дмитрий Лызик Номер первый – Либера Роман Мартынюк Номер одиннадцатый – Либера Денис Голубев Старший тренер – Петер Шопов Тренер – Евгений Митьков Заслуженный мастер спорта Приглашается стартовый состав команды «АСК Нижегородская область» Номер третий – Андрей Титич Номер пятый – Антон Андреев Номер десятый – Виталий Тицов Номер одиннадцатый – Денис Петровс Номер тринадцатый – Иван Валеев Номер шестнадцатый – Александр Мельников Номер второй – Либера – Артем Крайнов Номер 22 элипера Артем Зеленков. Главный тренер мастера спорта СССР Юрий Филиппов. Старший тренер мастера спорта Андрей Драничников. Первая партия подает команда АСК Нижегородского облака. Один ноль. Добрый вечер, уважаемые любители волейбола. Фок Заречий, Нижний Новгород и здесь очередной матч в Суперлиге. Париматч мужской. Нижегородский АСК принимает новосибирский локомотив. Ну и понятно, что, наверное, в некотором роде локомотив здесь, в Нижнем Новгороде, представлен как фаворит. Ну, поскольку команда ни много ни мало действующий чемпион страны, даже там, пускай со всеми этими условиями наступившей пандемии, когда по итогам регулярного чемпионата определялся чемпион, в любом случае это не умаляет заслуга новосибирского клуба. Ну и сегодня, казалось бы, еще должна быть определенная дополнительная интрига в плане того, что Пламен Константинов некоторое время назад работал здесь в Нижнем Новгороде на протяжении нескольких лет. Но вот пока Пламена я не вижу. Были разговоры о том, что ряд игроков с простудой, у кого-то травма. На это сетовал Пламен после проигранного матча в Санкт-Петербурге. В Зениту со счетом 1-3. Ну, а что касается АСК, то свой последний матч команда провела. С Самотлором в гостях. Ну и, надо сказать, выступили нижегородцы там очень-очень прилично, поскольку смогли заработать свою вторую победу в нынешнем сезоне. Первая была матча стартовым в регулярном сезоне с Динамо-Ленобластью. Ну и вот вторая победа в шести матчах. Но пока АСК не знает побед на своей площадке. Как-то так получается, что здесь дела не слишком здорово складываются. Было поражение от Уфы. Называется в одну сторону со счетом 0-3. Ну и с такими же цифрами уступили. А нижегородцы здесь, в питерском Узине. Обе команды, опять же, прошли такой серьезный временной карантин по ходу нынешнего сезона. Об этом тоже говорил тот же Константинов. Три недели команда сидела, что называется, в закрытых условиях. Но вот потом приходилось набирать. Где-то сил не хватало, как, например, в кубковом матче. И сейчас посмотрим вот эту атаку, чем завершится. Фицов, да, попадает точно в площадку. И таким образом нижегородцы на старте этого поединка вновь выходят вперед. Причем, взручившись таким небольшим преимуществом. 5-3 к настоящему моменту. Ну и подача. Все неплохо. Лубурич. Да, там блок-аут состоялся. Хотя неплохо Лубурича закрывали. Лубурич сейчас, наверное, самое главное, бревая единица состава Новосибирского клуба. Ну и помним, как Дражин насолил нам здесь в прошлом сезоне, выступая за Белогорье. Петрафс, хорошая скидка. Ну и неплохое завершение первым темпом. Андреев отправляется подавать после своего успешного завершения у сетки. Петрафс, хорошая скидка. Александр Воропаев на подаче. Колотит от души ваут и вновь. Двухочковое преимущество АСК. Петрафс. Все как обычно у латвийского связующего. Это традиционный планер, который порой для некоторых соперников становится неберущим. Но здесь отлично разбираются новосибирцы. И Червинин завершает первый темп. Спокойно разобрался. Увидел свободный паркет. Свободное место площадки и обвел блок очень легко. Ага, не обвел. Вот так вот. Оказывается, вау. Петров снова подает. И вот, пожалуйста, то, о чем я вам говорил. Вроде бы простенький планер. Камнем в пол летит для игроков новосибирской команды. И еще одно очко. Ну, что касается команды АСК, то здесь понятно. Говорил я про карантинные проблемы у новосибирского клуба. У АСК та же самая история. В хорошей форме находилась команда на старте. Показывали кубковые баталии. Когда с тем же нефтяником оренбургским разбирались на раз в кубке. А затем вот в чемпионате уже после карантина. Благополучно уступили. Ну и тайм-аут. Видим, что нет пламени на Константинову. Помощники берут на себя. Эту задачу. А Юрий Филиппов. Небольшое внушение. Тут, наверное, что-то портить совсем и не надо. 10-5 пока уверенно ведут нижегородцы. Ну и давайте смотреть, что будет дальше на подаче Петровса. Снова в ту же самую зону. И вот Лубурич. Не стал стелиться Денис Петровс для того, чтобы подстраховать. В этом эпизоде собственный блок. И подача Марка Ивовича. Ну и снова. Небольшой презент. От 14-го номера. Гостей. Андрей Титич. Мощно по традиции. И Сергей Савин пытался атаковать. Через блок не пробился. А вот здесь вот, конечно, не хватило точности Виталию Фицову. Дмитрий Щербинин. Петровс. Хорошая доводка на Фицова. Вновь вторую зону выбирает связующий АСК. И оказывается абсолютно прав. 12-7. Любопытные дела рисуются в этом матче. Но вот нижегородцы сегодня пока, по крайней мере, настроены весьма боевито. Андрей Титич. Порой хорош в позитивном приеме. Но вот сейчас, да, бывают такие эпизоды, когда немножко не заладилось. Мяч там между рук где-то застрял. И поднять его уже не было никакой возможности. Вновь Лубурич. Вновь нужно быть крайне внимательным. Лубурич великолепно подавал в предыдущем поединке в Санкт-Петербурге. Именно его подачи заставляли капитулировать соперников. В третьей партии. И Савин. Для Савина тоже Нижний Новгород. По сути, родной город. Варапаев завершает эту комбинацию. Которая вроде бы поначалу не было определенной мысли. Но... Варапаев справляется. Сейчас видим. Доводка и... Почему бы нет? Подача Лубурича. Но вот надо сняться. Нижегородцы в тот момент, когда подает. И здесь достаточно неплохо закрывали. Сергей Савин и Дмитрий Лызик атаку АСК. Но мяч от блока уходит за пределы площадки. Виталий Фицов. Посмотрим, как у него летит. Да. Смягчил в последний момент. Попытался точно в край площадки попасть. И выяснилось, что он не хватает точности. А вот Сергей Савин. Когда-то очень неплохо зажигал. В то время в Нижнем Новгороде команда была губерния. Ну и вот Савин считался восходящей звездой. Ну а сейчас уже полноценный лидер Новосибирского клуба. Достаточно много сезонов он провел уже в этой команде. Лубурич. Мощно атакует. Ну понятно. Лубурича не просто так звали в Новосибирск. Должен он исполнять подобные номера на раз-два. Тащить команду в определенный момент. Лызик подал достаточно неплохо. Атака Ивовича. И тройной блок против Титича. Но Андрей не разбирается в этом эпизоде. 15-11. Андреев на подаче. Савин неплохо принял. И позволяет этому Лубуричу вновь довершить начатые. 12-15. 12-15. Пока Нижегород составляет за собой преимущество. Рапаев подает. Лукозеров неплохо принял. Зеленков вот, конечно, был. Ну и снова непростые времена, как мне кажется, для Новосибирского клуба наступает. Денис Петровс опять же на подаче. Ивович хорошо принимает. Сам же завершает какой-то мощнейший удар. Там даже отвернуться от этой пушки не было. Петра Афс. Во вторую зону Титич. И нет, не попадает мяч. Закончен таймаут. Ивович. Вновь на подаче. Ну и прекрасный эйс в исполнении Марка. Снова. Теперь уже по другому адресу. И атака. А Эскай достают в защите. Волейболисты Локомотива. Пиццов. А теперь Савин с другой стороны. И можно попробовать приподнять этот мяч. Получается. Но будет еще одна атака. Снова Сергей Савин. Оно там было абсолютно понятно, что разберется Савин на разорванном блоке. Смотрим. Завершение. Да. Поздновато. Туда смещались игроки Нижегородской команды. Снова Ивович. Вот Х-фактор определенный. В настоящий момент счет уже сравняли. Есть атака. Еще один брейковый мяч организовать. Но на этот раз Ивович не точен. Хотя ситуацию ему создали потрясающую для того, чтобы решать. Ну а теперь царь-пушка Андрей Титич. Вкладывается по полной и... Главное, чтобы еще и точность к этому ко всему приплюсовалась. Казаченков вышел, чтобы усилить подачу. Ну вот видим. Не только они связаны с тренерским штабом. Как я уже говорил, были проблемы у ряда полюболистов. Но вот нет того же Ильяса Куркаева, центрального блокирующего. Который действительно может усилить игру Локомотива. И мощно Петровса. Лоборич отправляется подавать. При счете 18-19. Заряжает мощный серп. И Валеев упадает под двойной блок. Лызик Иварапаев закрывает ему небо в этом эпизоде. Ну и дальше следует рикошет. Последний мяч коснулся как раз Иван Валеев. Жаль. Естественно, для фанатов Нижегородского клуба. Но опять же напомню, что матчи полейбольных команд в Нижнем Ногороде пока проходят без болельщиков. На Луборич. Добивается того, что ближе к финишному створу именно Новосибирский Локомотив. Выходит в лидеры. 2019. Ну что ж, попробует, наверное, еще Дражин Луборич. Подержать подачу. Ох, как мощно! Да, но вот то же самое демонстрировалось в Санкт-Петербурге в матче с «Зенитом». Сейчас просто Валееву не оставляет никаких шансов. 21-19. 21-19. Замена в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге. Вместо игрока под номером 13-го Ивана Валеева на площадке Александр Пятыркин. Александр Пятыркин появляется вместо Валеева, но не думаю, что это большое усиление на приеме. Хотя, опять же, функционально добавляют игроки АСК. Луборич. Ну вот теперь колотит ваут и требуется неплохая подача АСК. Хитцов. Опять будет хитрить. Нет, мощно, просто Савин здесь неплохо принимает и от блока отыгрывается таким хитрющим способом. В руки, и мяч затем падает в площадку на стороне АСК. На подаче Сергей Савин. Смягчил в последний момент Пятцов. Его атака. И вновь блок аут. 21-22. Интрига нарастает. Но вот подать Пятыркин может очень неплохо. Ну вот, пожалуйста, что происходит. Выбитый прием. Но надо, конечно, стараться поднимать подобные мячи в тот момент, когда практически решается судьба сета. Но, легко говорить, Артем Зеленков попробовал там этот мяч. Пущенный Иовичем. Иовичем, да. И вот, смотрите, в данном случае просто. Зеленков. Стелится по паркету, но это не помогает. Хорошая подача Казаченкова. И касание конструкции потолка. 22-23. 22-23. И посмотрим, что придумает Антон Андреев. Алексей Иович покидает площадку. На площадку вернулся Марка Ивович. Номер 14-й. 22-23. Итак, Андреев. Долгая подготовка. Едва ли не вдвоем. Савин Иович принимает этот мяч. В защите Петеркин здорово. Но и решать надо Фицову. Пришлось смягчать. Доводка не идеальная. А вот Лубурич пробивает этот двойной блок. Неплохо Мельников и Тичич выдвинулись на эту атаку Лубурича. Но зачастую Лубурич поверх блока может забить. Покинул Дмитрий Шемликов номер 14. 24-22. Воропаев. Сетбол. Есть прием. Петра Авс на Фицово. И снова по высоте не здорово. Иович. И великолепный блок. Мельников Петра Авс. 23-24. Шансы остаются. Хотя и два брейкового мяча не заработали. У полейболиста Локомотива. Но мы видим Мельников. Сделал то, что от него требуется. Сыграл великолепно на блоке. Но сейчас Лубурич решает. Петровс. Нужна атака. И есть атака. Мяч площадки после мощнейшего выстрела Андрея Титича. 24-24. 24-24. И ситуация накалилась до предела. Посмотрим сейчас, кто же на баланс победит. Пока тайм-аут Локомотива. 24-24. Итак, апогея первого сета. 24-24. Петровс на подаче. Ну и кому вновь удастся заработать сетбол? Второй свой шанс выиграть в этом сете получают новосибирцы. Сергей Савин. Прекрасно разбирается в эпизоде у сетки. И Ивович на подаче. Это тоже очень всегда непросто. Мощнейшая подача, но... Мимо цели. Ну вот теперь Андрей Титич. Будет ли рисковать на этот раз. Да, не стал смягчать. Попал там под самую заднюю линию. Савин. Титич подымает этот мяч. Ну и нужна снова атака. Питеркин пробивается через тройной блок. И добывает первый сетбол уже для АСК. 26-25. 26-25. Андрей Титич вполне может поставить и точку. Но пока не будем забегать вперед. Снова по той же самой зоне. Лубурич. Вновь в защите АСК подымает. Савин и его закрывает двойным блоком. Ну и Лубурич. Да. Здесь все-таки Мельников до конца не успевает. К Питеркину не произошло идеального сдвоения блока. 26-26. Посмотрим еще раз. Да нет. Вот по этой картинке вроде бы все успевали. Но очков выиграть не удалось. 26-26. Щербинин. И вот такой обманный удар в исполнении Александра Питеркина. 27-26. 27-26. И на подаче Александр Мельников. Мельников очень неплохо выглядел в игре с Амотлором. Ну и сейчас от него очень многое зависит. Сетка смягчает. Его ВИЧ принимает. И сам же атакует. Темповой эта атака получается. И у нас равновесие в этой первой партии. В этой первой партии проводится видеопросмотра игрового момента. Просмотр будет запрос АСК. Запрос команды АСК не удовлетворен. Да, не было тут заступа. 27-27. 27-27. Все остается без изменений. Лубурич. Вот где нужна стопроцентная концентрация. Китич. Отлично поднимает этот мяч. Атака. И атака состоялась. Александр Питеркин. Но когда Питеркин ловит кураж, его остановить практически невозможно. Виталий Фицов на подаче. Сегодня у него не всегда ладится. Может быть сейчас найдет какие-то скрытые резервы в собственном арсенале. И заденет конструкцию. Нет, не задевает. Лубурич имеет возможность атаковать. Фицов. И пожалуйста. Касание блока там было. 29-27. Но, видимо, еще и просмотр будет. По запросу команды локомотивства стоит перед ее просмотров. Серового момента. Касание блока. Касание блока. Да. Было касание рук. Все это означает, что Нижегородский Айска оставляет за собой первую партию. Нижегородский Айска оставляет за собой первую партию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Начало второй партии. Иович на подаче. Ну а в первой, для тех, кто может быть только подключился к нашей трансляции, была достаточно равная игра. Нижегородцы лидировали поначалу, но затем имели хорошие шансы в окончании партии. И новосибирцы. Однако по максимуму из этого первого сета смогли выжить в итоге волейболисты АСК. 1-0 повели нижегородцы в этой встрече, но первой очко второй партии добывают. Брейковым мячом представитель Локомотива. Вот здесь, в защите, попытались достать этот мяч. Сергей Савин совсем не прочь. Он был проехаться по паркету, знакомому до него с незапамятных времен. И достать этот мяч немного не сложилось. Мельников. Его подача, вот она такая. Выбитым прием получается. Савин. Похоже, Петровс там задел этот мяч. И немного... Деварализованным оказался Титич. Посмотрим на повторе. Касание блока. Петровс, похоже, этот мяч не трогал. Ну, а дальше Антон Андреев разбирается с первым темпом. Очень спокойно. Добротно. 2-2. Фитцов. Неплохой эта подача получилась. Савин, правда, на приеме тоже не сплоховал. 3-2. Прекрасное завершение атаки для Локомотива. Ну, а теперь Лубурич. Добрый вечер. Вот такая подача в Зеленкова летит. Как из пушки. И все это позволяет Локомотиву еще один брейковый мяч на старте второй партии отвоевать. С пятой видит нижегородцы, наверное, съем. В тот момент, когда Лубурич отправляется на подачу. Здесь в итоге снова Лубурич досаждает своими пушечными выстрелами. И Дражин на подаче. Попробует нижегородцы все-таки еще разок справиться с этой пушкой. Снова выбитый прием. Зеленков туда к сетке мяч отправляет. В надежде на какую-то удачу. Но в итоге атака Ивовича в окончании получается. И, пожалуйста, уже определенное преимущество Локомотива. Тайм-аут приходится брать Юрию Филиппову в такой ситуации, когда полетела у Лубурича. Ничего с этим поделать невозможно. Но вот паузой. Возможно, удастся сбить с темпа приезжий коллектив. И так, к чему приведет тайм-аут? Сетка помогла. АСК Зеленков за этот мяч зацепился. Петровс хотел хитро сбросить этот мяч. И вот Петеркин достанут ли новосибирцы Лубурич. Ускорился и мяч подцепил. Но Петеркин еще раз пытается пробиться через блок. Да. После такого... 3-6. После такой игры в защите, когда Мартынюк просто каким-то чудом спас мяч. Ну, дальше не разбери, как это получается. Петеркин. А вот сейчас пока у второй партии не летит. В 7-3. Комфортно. После убойных зарядов Лубурича может чувствовать себя локомотив. А здесь по-настоящему серьезной атаки не получается. А Титич против тройного блока не стал вкладываться. Так просто по рукам легонечко отыгрывается. Ваут и четвертое очко добывает АСК. Антон Андреев. Воропаев. Первый темп. Лызик. Несмотря на то, что координировали там какие-то свои действия в воздухе, нужно было подстроиться под этот мяч. Мы видим непростая ситуация с одной стороны, поскольку выгребать приходилось мяч в другую сторону. Хорошая подача Лызика и Нижегородцы. А вот здесь Лубурич не идеален. Ну, наверное, это не совсем уж самая главная задача диагонального. Лубурич. Другим. Зато весьма полезен. Ну и снова. Нижегородцы пытаются завестись. Пытаются по счету достать противника. И сейчас защит неплохо на блоке сыграли. 6-8. И снова все происходит на подаче Петровса. Ну, этот планер, он такой косоватый идет. Подает специально Петровс в левую сторону. 7-8. Там ближе где-то приземляется к первой зоне. И это неприятно. 7-8. Еще одно брейковое очко зарабатывает Нижегородцы. Но, опять же, пусть не за счет подачи, но зато на блоке сработали. Как надо. И мяч-то, смотрите-ка. Там через какие-то тернии просто пробивается потолка. А еще в защите. Иовича закрывают. И абсолютное равенство уже на площадке 8-8. Ну, видно, что Иович даже и в блок не попадал в верхний трос, после которого мяч еще и падал в площадку. Снова Петровс на подаче, но здесь первый темп Щербинина безупречен. 9-8. Варапаев отправляется подавать. Посмотрим, как летит у связующего команды «Локомотив». Ну, в данном случае силовую задумал Александр и в этой ситуации не справился. Прямо по центру сетки мяч попадает. И Китич. Ну, а вот здесь великолепный прием. Вернее, уже последующая игра в защите помогает все «Локомотиву» выиграть очко. Ну, на самом деле прием-то был выбитый и далеко не идеальный. А вот дальше игра в защите. Забегание туда почти на другую сторону. Все-таки сумели фантастически достать новосибирцы этот мяч. Снова с подачи не все ладится. Алексея Родичева нам показывают. Мельников. Коротко мяч подбрасывает. И затем вот видим тройной блок. И утыкаются в него новосибирцы. Мельников снова сейчас, уверен, в том же стиле будет исполнять. Короткий подброс, а потом мощный удар по мячу. Который камнем летит в площадку. Переходящий мяч. Но не стал Андреев сразу решать этот эпизод. Решили вот так вот все сделать. В данном случае нижегородцы. По краю блока. Крайним как раз Сергей Савин был. В данном случае очень неплохо. Отыгрался Александр Петеркин. 12-10. Вот теперь уже АСК впереди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка. Играет музыка. Еще раз посмотрим. Цепляет двойным блоком и эту атаку локомотива Мельников. Сетка. Мартынюк поднимает. И вот атака Лобурича. Мельников сделал свое дело. Пошел отдыхать. Алибера. Зеленков. Артем появляется на паркете. Подачу Щербинина нужно принять. Титич. Неплохо зацепился. А вот теперь двойной блок. И от Сергея Савина и Дмитрия Лызика. 12-13. Пока изменчиво. Волейбольная погода. Фокис Заречи. Вново блок. Теперь великолепно работает у новосибирцев. Пятырки. Поверх блока. Но и мимо площадки. Опять же, надо ли смотреть этот эпизод? 13-13. Решение Юрия Филиппова не смотреть. Повтор этого эпизода. Щербинин снова подает. Хитцов оказывается в тяжелой ситуации. Есть возможность у новосибирска еще один брейковый мяч себе забрать. Петрафс. Понятно, что не идеальная доводка. С другой стороны, Пятыркин и с этим тройным блоком на большой высоте разбирается. Прекрасно. Снова та же самая ситуация для Александра. И как он мастерски все-таки укладывает эти мячи в край блока. И они потом как на магничные летят в аут. Пятцов. Хорошая подача. Савин неплохо подымает этот мяч. И дальше уже дело связующего довести. Его по нужному варианту. Лубурич готов был эту атаку завершать. Но в итоге Лызик так же здорово разбирается. Ситуация. Лубурич. Ну и снова тяжелая ситуация была у Италия Фитцова. Однако на этот раз, находясь не у самой сетки, все-таки умудрился заработать очко для АСК. 15-14. Вновь хозяева паркета впереди. Питеркин. Питеркин. Нет, смягчил в данном случае. Лубурич. 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 Как мог пытался достать этот мяч, но... 15-15. Непросто. Было. Сергей Савин Ваш выход Какая мощная подача Уходит мяч на другую сторону Ну и здесь мы видим Что некий эмоциональный всплеск Сейчас у локомотива Родичев Прекрасно разбирается В окончании этого эпизода Ну а Савин показывает Что в рукаве он припрятал Мощь на своей подаче В первой партии не было ничего подобного А здесь Тикича Закрыли Воропаев и Лызик тут Буквально танцуют от счастья Тайм-аут Приходится брать Юрию Филиппову Поскольку опять же этот Новосибирский Железнодорожный состав Начинает уходить вперед Закрыли Наточечно обращался наставник гостей к своим парням. Несколько пояснительных слов для Лугурича. Но Савин продолжает подавать. Снова мощно Титич понимал, что опять может попасть под этот двойной блок. Ситуация могла повториться. Однако из-за обманного удара тоже ничего хорошего в итоге не получилось для АСК. Подняли этот мяч гостя, а дальше провели хорошую атаку. Юрий Филиппов меняет своего основного связующего. Александр Хайбулов выходит на площадку вместо Дениса Петровса. Ну, надо что-то менять. Сразу несколько брековых мячей зарабатывают новосибирцы. Ну, а в этот раз Савин свои силы не рассчитал. Родичев принял, Воропаев ему обратную передачу отдает. Родичев ошибается. Ну, так вроде бы, с одной стороны почувствовал уверенность после предыдущего эпизода. Сейчас так маханул от души, но... Перестарался. Денис Андреев. Теперь мяч попадает в либера гостей. И дальше хорошая атака. Лубурич в окончании. 19-17. Лызик мы видим. Треплет Лубурича. Поздравляет его за этот эпизод. И... Хорошая атака. Дмитрий Лызик на подаче был. Тити Чеснова. Ситуация пограничная. Все, что угодно могло произойти после очередного обманного удара. Но на этот раз с мячом. Рук блокирующих улетает в аут на половине. Айска. Айска. Подача. Неплохая у Айска. Но опять же... Тут срабатывает первый темп. Дважа с лицом на 17. Дмитрий Виецкий подавал. Ну, не часто. Сегодня мы произносим эту фамилию. Хотя по определению. Виецкий является одним из лидеров. В Айска. Воропаев. Пока имеет возможность ошибиться. Локомотив прекрасно понимает, что ему нужно держать съем. И тогда проблем в окончании может совсем не быть. Ну, а нижегородцы понимают, что где-то нужно обязательно брейковое очко заработать. При этом тоже держа съем в полном порядке. Лоборич. Нет. Сейчас Лоборич вот здесь. Вот, да. Еще раз. Нет. Другое направление. Алексей Родичев. Дашь сядем в 19. Ну и сам же Родичев отправляется подавать. Зеленков принял. Вроде бы неплохая атака рисовалась. Но в итоге не смогли нижегородцы пока ее к завершению привести. Тич еще начинает рисковать. Начинает нервничать. Не нужен был этот удар, как мне кажется. 2-2-2-19. Но решил рискнуть. Риск дело благородное. В данном случае не получилось. Вот видим, как Лоборич смягчает. Дальше Титич атакует. Ну и, естественно, расстраивается после подобного эпизода. Есть прием. Но, опять же, тут надо довести, как следит этот мяч. Петровс вновь появился на площадке. Но больших изменений пока волейболисты АСК не смогли внести в свою игру. Снова проигранный мяч. Никак не могут справиться с подачей Родичева. Петеркин. Ну, вот, когда выбитый прием, там Петровс уже пытается всеми правдами и неправдами какую-то атаку организовать. Но это сложно. Получается так, как получается. И сейчас действительно очень близок локомотив к тому, чтобы сравнять счет в этом матче по партии. Родичев. Фицов. Сброс. И удачно. Ну вот, что требовалось, возможно, несколько мячей назад. А так в итоге Алексей Родичев становится определенным экс-фактором в этой партии. В концовке именно его подачи заставили нижегородцев в нескольких случаях капитулировать. Мельников. Хорошая подача. Ну и сейчас перевод будет на сторону АСК. Нужно атаковать Пайп в исполнении нижегородцев. Титич великолепно атакует. Ну и понимает, что появляется легкое дуновение, интриги в этой второй партии на наставник гостей. И берет тайм-аут. Пайп в исполнении нижегорода. Ну что, вся надежда у нижегородской команды сейчас на Александра Мельникова, который уже в этом матче заставлял. Трудится в поте лица защиту новосибирцев. Но вот сейчас Савин имеет возможность. Нет, не ставит он точку. Титич снова заряжает очень мощно. Ситуация для атаки, может быть, была чуть хуже, чем в предыдущей съеме нижегородцев. В ней брейки. Ну и снова Мельников. 22-24. Вот здесь сетка смягчила очень спокойно. Мартынюк принимал. Ну и дальше разбирается. Локомотив все-таки в этой партии. 25-22. Второй сет остается за Локомотивом. И 1-1 в этом матче. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и посмотрим, что будет в третьей партии, куда качнется на этот раз игра. И вот опять же на старте никто не хочет уступать. Хорошие действия в защите как одной, так и другой команды. На задней линии Родичев дотягивается до этого мяча. И тут борьба жаркая на сетке. И все-таки в этой ситуации дожали. Нижегородцы... Такой вот розыгрыш. Который показывает претензии на третью партию и тех, и других. Титич. Сейчас смягчил. А здесь Савин. Вроде бы мимо блока, но там Зеленков. Закрывает паркет. И снова Савин. Снова в блок. На этот раз и... Но похоже там очко достается. Сейчас посмотрим, что же там было. Касание сетки было. Чербинин. Пиццов. Ну и вот здесь мяч через хитросплетенную конструкцию потолка не проходит. 2-1 впереди Локомотив. Ну и Дмитрий Щербинин на подаче. И здесь Питеркин уже разбирается в эпизоде блестящее. 2-2. Ну и видно по второй партии по статистике, что очень... Таким неприятным по цифрам становится прием у АСК. Позитивный прием всего лишь 29. Отличные 19. Но при таких цифрах, конечно, тяжеловато. Даже с учетом того, что команда АСК на блоке порой действует достаточно недурно. Но вот, когда приема нет, тут тяжело. Висавин. Находит нужное направление. Находит, как ему достучаться до паркета. Дражин Лубурич. Снова очень мощно. Снова прием выбитый. Ну и, по сути, только на другую сторону площадки нижегородцы перебрасывали этот мяч. Ну а здесь Питеркин с места атака. Там вариантов было совсем немного. Это же доставали эти мячи нижегородцы на протяжении какого-то времени. И вот пришлось взмыть воздух Александру Питеркину и с места атаковать. Мы видим, что Зеленков достает этот мяч. Но дальше Питеркин. Ну а здесь вот то, о чем я говорил. Порой пропадает прием. Доигровщик Александр Питеркин. И тут же замена следует. Отправляет Питеркина отдыхать. Филиппов. Ох, Лубурич. Это эйс. Да. Хочешь Питеркин, хочешь Валеев. Но ничего они не могут сделать с подачи Лубурича. Просто ураганно мяч летит. На сторону АСК и тайм-ап. Не, нет, не, нет. Все, так же стоим. Отправили линию. Попадет, попадет. На сторону АСК и тайм-ап. Валерий КНС. Попадет. Попадет. Да. Закончился тайм-аут Расстановка не меняется Лубурич снова на подаче Но здесь не стал вкладывать душу В эту подачу Однако получается неплохо Опять же Есть брейка очередного и очко Для локомотива 7-3 Ну и такое ощущение, что лока Разгоняется снова Забойщиком становится Вот этот молодой человек В сербце национальности Ну а здесь и Титичу Не удается зацепиться за этот мяч Лубурич просто 8-3 Фантастически подает Мяч просто камнем втыкается в паркет После его подачи Здесь уже Титич сумел все-таки достать Но опять же Петров организовали с Фитцовым Такую короткую двоечку Во второй зоне И сейчас посмотрим на повторе Фитцов Его уже ждали двойным блоком Ну и спокойно прикрыли Эту атаку АСК И вновь мощно Лубурич Но не без шансов на этот раз И вот он шанс Валеев Все-таки разбирается с блоком Локомотива И наконец-то съем состоялся У АСК Но уже 4-9 Много проигранных за короткий отрезок Фитцов Приняли и Закончили В данном случае Новосибирцы 10-4 Первый темп Дмитрий Лызик На острие Да, Воропаев Не стал там высоко поднимать этот мяч Короткая передача Прямо у сетки И Хорошее завершение Ну а теперь Савин Начинает запрягать Его мощнейшие подачи Появились Еще во второй партии Ну и сейчас Савин Расподавался На поражение В данном случае Титич Снова не сумел Поднять Пушечную подачу Савина Но на этот раз Чуть мягче Титич спокойно разбирается Однако Валеев Против тройного блока Не решается Бит сильно и мощно А зато здесь Великолепный блок От АСК 5-1 Давайте посмотрим Родичев попадает Под Андреева И Петровса Перейдет мяч И Петрос Да, красава Да, красава Связующий Как Заправский Там диагональный Доигровщик В данном эпизоде Укладывает мяч В площадку Ну, переходящему Конечно, можно стукнуть Почему бы и нет Не воспользоваться ситуацией Титич Титич Поднимает И Теперь Хорошо в защите У АСК Уже получается Но здесь Титич вновь хитрил Вновь пытался От рук блокирующих 12-6 Послать мяч в аут Но он Предательски падает На стороне АСК Смотрим Повтор Но здесь Нет возможности У Антона Андреева Снова Начать Атаку Для своей команды Снова Хорошая Подача Лызика Но АСК Снимаются С места И 7-12 Пока Большое Отставание С этим Нужно что-то Делать Антон Андреев Вот Не слишком Вроде бы Удачный Прием У Савина Зато Родичев Совсем Недурно Атаковал 8-13 И вот То, что Не удалось Несколько Секундами Ранее Андрею Титичу Родичев Исполнил На 5 с плюс Но у него Правда Ситуация Более выигрышная Была Признать Переходящий Мяч Родичев Родичев Вот на этот раз Его закрывает Наглухо Нижегородцы 8-13 Не удается Пока Алексею Родичеву Серия Разродится Что называется Через раз Пока Получается Преимущество Комфортное Где-то Наверное Можно и ошибиться Ну а здесь Щербинин Первый Т 14-8 14-8 Экватор Партии Железнодорожники Уже прошли На волейболиста Майска Он пока еще Только снится Тут еще и ошибки Пошли А Александр Мельников Не совсем Похожий на него Но может быть По высоте Передача Не очень хороша Да нет Пытался Просто Блок обвести Не получилось Петровс На Титича Даже этот Могучий Пущенный удар Поднимают Гости И снова Титич Теперь с места Приходится Ну тут просто От блока Отыгрались Петровс Титич Мяч Уйдет Но нижегородцы На переходящем Мюче Смогли выиграть Очком На фантастической Ситуации 9-15 Естественно Нужно бороться Если хотят Волейболиста Исказ Зацепить Сегодня Действующего Чемпиона То вот Такие Эпизоды Должны Регулярно Получаться Савин Большой Мастер Ничего не скажешь Опять же Где-то может быть Не самая лучшая Доводка Но Савин Все прекрасно Видит И понимает Что есть Некоторые варианты Относительно Защитных построений Команды Соперников Валеев Мяч Просочился Через руки Лугурича И Лызика 10-16 Ну и Мельников Пошел подавать Хорошо у него летело Помним В окончании Второго сета Здесь Не вкладывался С другой стороны На блоки Нижегородцы Действовали отменно 11-16 11-16 Пока вот этот Пятиочковый Гандикап Который Привисит уже давно Он никуда Не делся Полуборчи Компании Понимают Что Нужно просто Держать съем А иногда и съем Держать не надо Когда подобные Подарки Получаются Мельников Опять же Не вкладывался В удар Но Видимо Решил Укоротить Максимально Лугурич Что он творит Просто какая-то Фантастика Ну и второй Таймаут Юрия Филиппова В ситуации Когда нужно Снова Останавливать Пушку Под названием Малубурич Максимальный риск Попробуем Доставь Давай Попробуем Юрий Филиппов Призывает Своих парней Не терять надежды Понемногу Зарабатывать Брейковые очки Постараться Все-таки Достать В этой партии Соперника Хотя Сделать Это Конечно Будет Крайне Сложно 18-11 Лугурич Продолжает Шарахать На чужую сторону Но сейчас Наконец-то Появилась Возможность Атаковать И Валеев Ее использует 12-18 Фицов на подаче Так конечно Брейковые очки Не заработать 19-12 Вторая подача И Снова В сетку Да тут еще И Савин Который Расподавался А-ля Лугурич В этой партии Но Сейчас Видимо Я его Перехвалил 13-19 И И Иван Валеев На подаче Что у него Хорошая Подача Получается Под самую Заднюю Линию Но здесь Мартынюк Здорово В первом лице Защит Сначала Сыграл Ну и Доводка Была Хорошей Локомотива Лизик По совету Савина Видимо Практически туда же бьет 14-20 14-20 14-20 Даже через раз Если сниматься Сейчас Локомотива То вполне Они могут Спокойно Доехать До итогового Конца Ну а тут еще Фестиваль подарков От Нижегородцев Продолжается На этот раз Антон Андреев В площадку не попадает Воропаев Передача идет И В площадке Мяч После атаки Виталия Фитцова 15-21 Ну и Лоборич Именно он отправлял Последнюю передачу Ну а здесь Сам смывает Воздух Атакует И Удачно Все получается 22-5 22-15 22-15 Серп конечно Машина В набор очков Титич Сумел все-таки Выбраться Из непростой ситуации Перебросил Мячом Руки блокирующего Да еще и так Что подстраховка Там не достала Очень коротко Сыграл Вот здесь видим Филигран Ну так подавая Абсолютно Ничего не добьешься Приходится говорить Я понимаю Что Нижегородцы Рискуют Пытаются Заработать И в свою Копилку Эйса Ну вот пока Что-то не ладится Не получается Заченков Уже 23-16 Ну тут можно Немножко сделать Алла-Верды Со стороны Новосибирцев На площадку Вернулся Дмитрий Щербин Площадку Покинул 17-23 И снова Задача Александра Мельникова Максимально Подтянуть АСК В окончании Этой третьей партии И переходящий мяч Ну как же Он там Родичев В защите сыграл Просто великолепно Стоя на колени Мяч каким-то чудесным образом Поднял Ну вот Был некий брак В действиях Локомотива Результативный балл Достается Хозяева Ну не думаю Стане Локомотив Что где-то запахло Жареным Просто нужно Сняться А сняться Не удается Усилиями Сергея Савина Тот попадает Под блок 19-23 Доволен Мельников Но здесь Ошибка 24-19 И Лобурич Поправляется Ставить точку В этой третьей партии Справились с его подачей Тройной блок Закрывает Валеева Да 25-19 Вот с таким счетом Завершают Эту партию Валейболисты Новосибирского Локомотива Ну и Через несколько секунд Вернее Через пару-тройку минут Нас ждет Четвертый сет Этого матча Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начало четвертой партии Матч Суперлиги Париматч Локомотив После проигранного первого сета Оставил за собой два следующих Ну и сейчас Такое ощущение Что команда Намерена продолжать двигаться В этом самом направлении Ну и видим по статистике Третьей партии Что еще ухудшился прием У Нижегородской команды Вызывал Юрия Филиппов В окончании третьей партии Попробовать найти свою игру Для того, чтобы в четвертом Как раз прибавить Ну здесь За речи Ну а мы видим, что касания блока нет Запрос не удовлетворен И Запрос команды Не удовлетворен Счет остается неизменным Щербини Снова Дмитрий на подаче Хороший первый темп Сейчас проходит У Петровса И Андреева Ну Иван Валеев Пора бы уже ему что-то на подачу Сегодня Воссоздать Не получается Зато вновь Лубурич Получает мяч во вторую зону И втыкает его в пол Ну и здесь Против Титичи остался Конечно Разобраться с Лубуричем Одиночным блоком Это архи-сложная задача Титич Понимаю от Нижегородца Что сейчас Съем нужен как воздух Нельзя отпускать Новосибирцев И пытается Такой ожесточенной борьбе Искать свою игру Искать результат В этой встрече Андреев все-таки Перебил На другую сторону Ну и Первый темп От Лызика Савин на подаче Сетка Сыграл как мне кажется В пользу Нижегородцев Валеев там зацепился И в итоге Хорошую атаку создали 4-4 4-4 и Петровс Вот она надежда В некотором роде Для АСК Да, неплохо снова получается Доводка не лучшая Родичев там по ситуации Разбирался Ну а здесь Блок Лызик Это его блок В данном случае Ну пока у Новосибирцев Связка Лылу Работает Просто прекрасно В начале четвертой партии Первый темп Мельникова И он не проходит Приходится перебрасывать мяч А вот первый темп Щербинина Гораздо эффективнее Получается Ну и Лызик подает Ох и подача-то какая Мощнейшая Снова АСК Появляются проблемы На приеме Посмотрим На какой срок В этот раз Ну здесь Зеленкова Тот обязан справляться С подобными мячами И достают Новосибирцы Титич И снова Сверхискусный 5-7 Титич Вот по таким ситуациям Конечно большой тоже мастер Здорово подал Но здесь уже Лубурич Против тройного блока Не видит преград И в данном случае Двойной Тройной Разрывает на раз Горопаев И он вкладывается В этот момент Встречи Тут еще и касания Похоже Не было Но быть просмотром Он нас и утвердил В решении Арбитра На вышке Но тут Новосибирцы Я так понимаю Дают Этот бал Нижегородцам Не стали спорить Не стали затягивать Ход встречи Эдакий элемент Фэрплей В волейболе Мельников Ну и снова Угодил сетку Моментами хорошо идет Моментами не очень Ну не самый опытный игрок Александр Мельников Оно и понятно Для себя арбитра И Подача Родичева Петровс выкрутился Из ситуации Хорошо на Андреева Отдавал Но Добить до пола Не вышло А вот здесь Фитцову это удается Причем С сопротивлением Двойного блока Повтор яркого Динамичного эпизода И Сам же Виталий На подаче И Хорошо подал Лобурич Как раз Фитцов Подымает Этот пушечный удар Но снова Будет атака Воропаев На Савина Теперь предпочитает Мяч отдать Ну и Из четвертой зоны Снова Результативно Для Локомотива Так же как Из второй Где Нынче проживает Дражин Лобурич Атака АСК И снова Фитцов Начинает Добывать очки Ну кто-то должен Наверное взять на себя Лидерские полномочия В составе АСК Понятно что У Комотива Таких игроков Сразу несколько Которые могут Спокойно зарешать Даже сложные ситуации Но у нижегородцев Нужен человек Который максимально Стабильно будет Действовать При атаке Вот и Лобурич промахнул 9-11 Появляются некоторые шансы Уже в ближайшее время Достать противника Ну и Показывает нижегородцы Что мяч-то в площадке Ну и снова Иван Валеев На подаче Снова очень неплохо Здесь еще и сетка Помогла АСК Но Фитцов Разберется в эпизоде Да Разберется Так Абсолютное равенство В четвертой партии Тайм-аут Взятым Тринадцатым штабом Локомотива 11-11 При счете 11-11 Иван Валеев Вот Где-то попросил я Улучшить Этого парня Подачу И словно услышал Ох А здесь еще Эйс Валеева хлесткий удар Иногда просто не хватает стабильности То, что он Есть и где-то присутствует Вот мы сейчас видим Что В четвертой партии Подобная подача У Валеева Нарисовалась Ну и тут же Совершает ошибку 12-12 12-12 И теперь В защите АСК предстоит Выдержать давление Подачу Дражина Лубурича Но Он сам себя Что называется Сликвидировал Далеко Вау бьет Антон Андреев Воропаев На Савина Но Сергей Понимает Что сейчас отпускать нельзя Такой Очень здорово Савин Савин сам же На подаче И выбитый прием Нужно возвращать мяч К сетке О, как здорово Титич По краю блока И этот мяч Пулей летит В площадку Достать там Даже искусному Мартынюку Не было Никакой возможности Петра 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 Лубурич Поверх блока Титич Против Тройного Остается И снова Разбирается Андрей С определенной Концентрацией В руки Блокирующих И мяч Словно Заколдованный Валится Ваут 15-13 АСК Добавляет К настоящему Моменту Ну а вот Это хорошая Атака Родичева Давненько Он уже не появлялся На площадке Есть определенные Опции Ну естественно Все это зависит От глубины состава Петра Ститич Ваут 15-15 И позволяет Это Локомотиву Ликвидировать Отставание Фицовы Снова Заряжает Опять же успешно 16-15 А посмотрим Сейчас Петич Включит Всю свою силу И мощь Добавил Наката В окончании Подачи В любом случае Мяч уходит За пределы площадки Ну походу Метил просто В заднюю линию Надеюсь Что игроки Соперника Может быть Засомневаются А здесь Валеев Мяч пролетает Буквально Словно Кусок мыла Через его руки Тайм-аут Нужен Понятно Филиппову Команды Аиста Окей Давай Пиано 17-16 Продолжается игра Воропаев На подачу Титич Но вот теперь Точно в площадку 17-17 На блоке Сейчас требуется Сыграть Нижегородцам Если случится Максимально Позитивный прием У Локомотива Да нет Прием этот Оставляет Желать лучшего Перебрасывают На другую сторону На площадке Фицов И снова Будет атака И снова Фицов И вот теперь Отблок Ваут Заработано Брейковое очко АСК И 18-17 Интрига Сохраняется В полной мере В этом матче Мельников Прощает подачу Ну Понятно Что Сейчас Никоим образом Нельзя Делать Подарки Сопернику Лучше Мяч Держать В игре Родичев Его подача Петровс Подсуетился После сложного Приема Титича Теперь уже Атака Локомотива И Пожалуйста Сергей Савин Снова Исполняет 19-18 Родичев Подал Петровс Первый Тэм С Андреевым Но Это Прошлогодняя Связка Работает И в настоящий Момент Короткий Подброс Мяча И Атака Первым Темпом Хитцов Неплохо Но Отличный Прием Сейчас У Локомотива Ну И Когда Прием Не хромает Доводить Мяч До своих Лидеров Не Составляет Большого Труда Для того Жевропаева Казаченко Вновь Появляется На площадке Для того Чтобы Подачи Усложнить Жизнь АСК Все Получается С точностью До Наоборот Бомбит Сетку И Дарит 20 очко АСК Ну и Посмотрим Получится ли Что У Валеева К настоящему Моменту Именно За счет Его Подачи В какой-то Момент АСК Сумел Достать По счету И Даже Выйти Вперед В этой Четвертой Партии Ну и Что там Касание Было Касание Блок Арбитр На вышке Показывает 21 20 Давайте Посмотрим Если нам Будет Конечно Видно Но В динамике Понять Очень сложно Там Какое-то Легкое Касание Лубурич Пропадает Его Боевые Пропадают Его боевые Патроны 21 21 Ну вот Снялись Как раз На подаче Лубурича И сейчас АСК Можно попробовать Что-то И Своё Изобразить В защите Отлично И Валеев Не попал По рукам Блокирующих Не попал В площадку Не набрал АСК 22 22-е очко В этой партии Достается Оно Локомотиву 22-е очки 22-е очки Ну и на приёме Требуется сработать Савин Хорошо Первый темп Закрывают Нижегородцы Пиццов И снова Он пробивается Негодует Лизик И Родичев Мол Как же так Где же этот мяч Пролетел 23-22 Локомотив берёт Тайм-аут Тайм-аут Разобрали Определённые моменты Те и другие Ну а Петровс Остаётся подавать И Опять Где-то в район Да Где-то в район Шестой Или первой зоны Снова Защит Нижегородцы Здорово играют Пиццов Ну неужели И сейчас Забьёт Перебрасывать Приходится этот мяч Первый темп Мельников Не сумел пробиться Титич Ну и здесь Уже без шансов Этот мяч улетает За пределы площадки 24-22 И АСК очень близок К тому Чтобы сравнять Что-то в этом матче Казалось бы Локомотив Наладил свою игру Особенно это относится К третьей партии Но затем Нижегородцы Всё-таки нашли В себе силы Для того Чтобы вот таким Получился конец Четвёртого отрезка Когда Есть возможность И Она случилась Блок Двойной Мельникова И Титича Дарит нам Тайбрэк В этом матче 25-22 АСК сравнивает Счёт Ну и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тайбрэк Тайбрэк Ну что ж Десерт нам Там приготовили две команды. Айска и Локомотив Новосибирский разыграют победу в этом матче на тайбреке. Ну и вот первая атака Сергея Савина. И чудесным образом не попадает он в рядовой для себя ситуации в площадку. Хотя подобных моментов зарешал уже полным-полной даже в этой встрече. Мельников. Савин не сумел на приеме как следует сыграть. Лубуричу приходится выкручиваться, но там в касании сетки. 1-1. Брак в действиях нижегородцев случился и 1-1. Валейв принял. Фицов. Достали этот мяч. Буквально с рекламным щитом Воропаев его возвращает на площадку. Вот это борьба. Нижегородцы теперь будут атаковать. Савин. Ну и вот какими-то просто китаническими усилиями нижегородцы смогли отвоевать этот бал. шикарный розыгрыш, где могли пострадать и рекламные щиты. Но Воропаеву там не приходилось выбирать. И снова прием. Казалось бы, не лучший. Вновь нижегородцы от блока отыгрываются. Вторая волна атаки. И, похоже, от рук блокирующих мяч уходит за пределы площадки. 3-1. 3-1. Напоминаю, что АСК предыдущий матч на зубах вытянуло. Кстати, пока хронология похожая идет с матчем с Матлором. Первая партия выиграна. Две потом проиграны. Четвертую вытащили. В пятой дожали. Посмотрим, как сегодня будет. Ну, здесь сложно было справиться с атакой Сергея Савина. 2-3. Луборич пошел подавать. И снова. Да, там приглядел он себе местечко за пределами площадки. Раз за разом отправляет мяч. В ту самую зону. Которая называется за краем площадки. Ну, здесь первый темп и закрыт Лызик. Снова достаточно неожиданно. Причем одиночным блоком Антон Андреев разбирается в этой ситуации. Пять-два и тайм-аут команда Локомотива. Да, вот видим, Титич что не включился. Андрееву это и не надо было. Пять-два и тайм-аут. Пять-два и тайм-аут. Иван Валеев. Что у него в пятой партии приписано для соперника? Ничего. Укорачивает и в итоге ошибается. Да, похоже, и в пятой партии борьба будет жаркой. Савин. Да, то же самое. Ну, Антон Андреев держит подачу. Может, она у него не слишком сильная, но зато мяч в площадке. Разбирается родичевы в этом эпизоде. А Лызик отправляется подавать. Смягчил. Да так, что мяч улетел за линию площадки. Ну, и Петровс. И подстраховка работает у нижегородцев. Титич. И снова Титич отблокает. Какие эмоции у Андрея? 84. Давайте смотреть повтор. Далеко-далеко. Ваут. Мартынюк, конечно, пашет сегодня просто по полной программе, но... Достать такие мячи и ему не под силу порой. Меняются команды сторонами. И... Петровс продолжит подавать. Но, в принципе, конечно, все равно. Мне кажется. Откуда подавать? И сейчас посмотрим. Низковато. Луборич. Попадает по рукам блокирующих все-таки. 5-8. 5-8. Воропаев наверняка в силовой манере. Аут. Титич. Он так покачал головой и словно выдохнул. А близок был Воропаев к тому, чтобы попасть в площадку. Ну и... Доигровочек АСК сейчас. Подаст. Решил оставить мяч в площадке на всякий случай. Однако снимается локомотив с подобных... С подобных подач АСК. Надеется Нижегородс, что, возможно, где-то блоком удастся зацепиться. Вот пока не получилось. Петра Авснафицова. Муртынюк. Да, какой же красавец он в сегодняшнем матче. Хотя и вот видим, что... Зеленков тоже был в порядке. Однако сейчас волну ловит. Локомотив. Зарабатывает брейковое очко и понимает... Что неприятная тенденция наметилась Юрий Филиппов. Берет тайм-аут. 7-9. Родичев остается на подачу. Вся борьба впереди. Есть прием, но нужна атака. Снова закрывают ее новосибирцы. А вот первый темп Мельникова. Прошивает он защиту соперника. И 10-7. Сам подаст. Ну и посмотрим, закончились ли в его арсенале ошибки. Едва тут перебил верхний трос. Закрывают Савина. И атака должна случиться. Еще. Но нет. Уже просто перебрасывать приходится. Лобурич. Ох. Валеев достает. Ну что. И. Касание было. Ты что там переговорил с арбитром на вышке. Тут показывает. Было-было. Подымайся, а то простудишься. Замена в команде Локомотив. Есть игрока под номером 10 и 34. На площадке Илья Казаченко. Номер 13. 8. 10. Заченков. 8-10. Заченков. Снова пытается обострить ее. На этот раз подают здорово. Фицов. Нет, на этот раз закрыли. Виталия Виталия Савин. Точен. Тройной блок не спасает АСК. 9-10. 9-10. Остается понять, насколько стабилен Казаченко в подачах такого рода. 10-10. И снова здорово. Первый темп. Лызик закрывает. Антон Андреева. Все. Все. Погоня завершилась для Алока. Все начинается сначала, так говорится. 10-10. Ну и уже уверенно действует Заченков. Тут Лубурич получил переходящий мяч. Но закрыли его. И спасаться кто может. Ну, как же так. Валеев, понятно, понимал, что какой-то хаос начинается. Попытался мяч перебросить в свободную зону на площадке. Вот мы видим. Здесь Валеев зацепил этот мяч. Ну, а дальше совсем не то, что нужно. И вот сразу же Филиппов обращается к Валееву. И вот сразу же Филиппов обращается к Валееву. Четыре мяча подряд. Снимение изменяет память. Выигрывают гости. Сейчас уже впереди. 11-10. Нужен съем. АСК. Хорошая атака. Петровс. На Фицова. И что там? Снова закрыли. Дверя от 110. Вот вам, пожалуйста, и выход Казаченкова. Если изначально все это смотрелось как-то несуразно. Поскольку очень часто не справлялся с подачей, то в аут, то в сетку, то сейчас настоящий. Экс-фактор. Снова закрывают. Ну вот. Антон Андреев взял на себя в какой-то момент и все-таки добивает мяч до пола. Фицова предстоит взбить с приема. Соперника. Ну, Казаченков сделал свое дело. Пошел отдыхать. Ну, нет. Таким ударом, конечно. Ничего не заработать. В этой решающей пятой партии. А вот Лубурич. Такая лихидная улыбка на его лице. Но сейчас я вам покажу. И Савин. Да. Тут еще потихонечку и... Удачи. Заручаются гости. Отскоки, рикошеты. Все где-то в пользу локомотива. Лубурич. Лубурич. Мощнейшая подача. Валеев. И все-таки от блока тройного. Отыгрывается уаут. 12-14. Но опять же, надо искать сейчас брейковые мячи АСК. Матчболы. Идут у нас на паркете Фокозаречья. Матчболы для локомотива. Ну, справляются в данном случае Савин. Еще есть возможность атаковать. Пититич. 13-14. Есть одно брейковое очко. Хотя сетка там смягчила настолько удобно для приема, что... Казалось бы, завершить эту партию дел техники. Ну и тайм-аут, естественно, локомотива в ситуации, когда все снова становится достаточно пограничным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, нужна защита сейчас, безусловно. АСК и Валеев. Но тут надо быть предельно аккуратным. Хорошо подал-то. Но атака есть и... Но можно попробовать запрос взять. Хотя там, наверное, где-то очевидно, что аут. Да, не будет Филиппов ничего там запрашивать. 15-13 завершается пятая партия в этом матче. Ну и 3-2 побеждает локомотив, действующий чемпион страны в матче с Нижегородским АСК. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА